Здравствуйте, дорогие друзья, интересный юридический казус произошел на этой неделе в Хайфе. Житель города Хайфа по имени Давид Шошан обратился в суд с просьбой издать запретительный орден на имя Бога. Вот он что написал. За эти три года он стал вести себя по отношению ко мне плохо и некрасиво. Он пишет, я неоднократно жаловался в полицию, там мне посоветовали обратиться в суд. Судьей оказался араб по имени Асан Кнан. Вот он так посмотрел, посмотрел, выслушал аргументацию, говорит, речь идет о бредовой просьбе. Ясно, что истцу надо обратиться в другую организацию. Но очень дальше интересно написано. В протоколе в графе присутствующий написано истец собственной персоной, а ответчик написано «не явился». Да, судья должен запроколировать это все. То есть, на самом деле мы говорим, что, в принципе, вот этот истец, он, в принципе... Он прав. Естественно, но как же. Если все происходит свыше, все исходит от Творца, то все зло в мире исходит от него. А он, между прочим, так и говорит. Я создал зло, но дал Тору для того, чтобы вы его исправили, это зло. А вот что такое Тора, мы не знаем. Нам кажется, что это книжечка, в которой что-то написано. Каждый трактует это по-своему. Так что с этим проблема. Есть наука Каббала, которая раньше всякой Торы и раньше всяких Библий и раньше всего-всего-всего. Всех религий. Раньше всех религий, конечно. Которая идет к нам от Адама, который ее открыл первым. И она говорит нам о том, как нам достичь связи с Богом, как выйти на прямую связь с Ним, без всяких судей и адвокатов, и полиции. И когда человек выходит на связь с Богом, тогда он может предъявить свои требования, выяснить их все. Они существуют все в науке Каббала. Так что я бы советовал этому Давиду, да? Давид Шушан. Шушан, да. Я бы советовал ему обратиться в наше отделение, в ближайшее, в Хайфское. Там его примут. Объяснят, как начинать обращаться к Творцу. Как войти в диалог. Предъявлять к нему претензии, вопросы. И слушать ответы. Вот это самое главное. Что не просто кричать куда-то в пространство, а начинать ощущать в себе ответы Творца. Причем это будет не чисто какое-то психологическое или, я бы сказал, психиатрическое явление. А это будет явление абсолютно достоверное, четкое. Он будет видеть, это также по каббалистическим книгам, что это все имеет место. Причем он будет видеть, как его отношения с Творцом взаимные, двусторонние, меняются все время. Вплоть до того, что он начнет действительно и слышать, и видеть Творца. И это будут не звуковые, и зрители галлюцинации. Это будет действительно раскрытие Творца человеку в нашем мире. Наука каббала по своему определению является средством для раскрытия Творца человеку в нашем мире. Вот он должен заниматься каббалой. Так что его требования к Творцу, они абсолютно естественные, законные, хорошие, нужные, полезные. Пускай только реализуют их. Мы можем ему этому помочь. До встречи, Давид.